С каждым днем учащиеся 11 классов становятся ближе к моменту сдачи выпускных экзаменов и прохождению одного из главных на данный момент образовательных этапов жизни – сдачи централизованного тестирования. Времени осталось действительно немного, а потому сейчас каждая минута дорога, и очень важно разумно ее использовать. Школьники активно готовятся, стремясь как можно больше времени уделять профильным предметам. Не менее сложным является и выбор вуза, в котором будет проходить дальнейшее обучение. И если вы решили, что хотели бы получить знания в учебных заведениях Российской Федерации, то хорошим подспорьем в этом деле станет помощь представителей Россотрудничества. В соответствии с 891-м постановлением правительства Российской Федерации от октября 2013 года существуют квоты для обучения иностранных граждан в Российской Федерации. Ежегодно эта квота составляет 15 тысяч человек. Она распределяется среди многих стран мира. Белоруссия, естественно, входит в это число стран. Планомерный и системный подбор и направление белорусской молодежи в вузы России – одна из приоритетных задач представителей Россотрудничества на территории нашей страны. На выбор талантливой молодежи – высшее учебное заведение самого разного профиля и направленности – медицина, ядерная энергетика, экономика, юриспруденция. Для того, чтобы побороться за свое место под солнцем, достаточно собрать и передать в представительство Россотрудничества необходимый набор документов, в числе которых выписка из учебного заведения об успеваемости, справка о состоянии здоровья. Отбор претендентов проходит в два этапа. Требования к абитуриентам самые серьезные. Но следует учесть – набор уже идет. У нас существует определенная планка. Мы принимаем документы у кандидатов, которые имеют средний балл аттестата, ну вот будущего аттестата, не ниже 8,5 баллов. Большим подспорьем для кандидатов на обучение в российских вузах являются победы и дипломы победителей в областных и республиканских олимпиадах. Большой спектр возможностей для обучения сегодня доступен и студентам белорусских вузов. Для тех, кто не отказался бы пройти курс занятий за рубежом, есть целый перечень программ. Заверили нашу съемочную группу в Брестском государственном университете имени Пушкина. Такие проекты, как Erasmus Mundus, DAD, Tempus уже давно знакомы студентам Пушкинки. Хорошие знания иностранного языка и высокая успеваемость являются своеобразным пропускным билетом для того, чтобы поучиться один или два семестра в престижных вузах мира. Заявок много, но и требования для участия в этой программе достаточно высокие. В первую очередь нужно отметить знание языка, потому что студенты едут обучаться за границу, и знание английского языка – это необходимое требование. Ну, кроме знания языка, нужно их большое желание и их мотивация. Юлия Добышук и Екатерина Квашнина буквально недавно вернулись из образовательного путешествия. Девушки полгода учились в вузах Италии и Испании. Благодаря хорошему знанию английского, а Юлия и Екатерина – студентки факультета иностранных языков, препятствий при общении с однокурсниками не ощущалось вообще. Новые полученные знания сегодня активно применяются девушками при подготовке к занятиям. Удивило Юлию и Екатерину многое – история, кухня и традиции и обычаи двух, на первый взгляд, похожих стран. Почерпнуть за семестр удалось многое, в том числе и особое отношение местных студентов к своей системе образования. Подобные проекты – это хорошее подспорье для тех, кто хотел бы быть востребованным в будущем, уверены девушки. Семестр за границей все-таки дает новые знания, дает новую мотивацию, потому что ты видишь новых людей, и ты можешь взять с них пример. А я для себя сделала вывод, что, поверьте, там было с кого взять пример. Очень полезно посмотреть, во-первых, на жизнь той страны, в которой ты находишься, сравнить что-то, потому что есть какие-то, конечно же, различия. Также находишь очень много новых друзей, непосредственно не только с этой страны, но и с других стран, потому что программа Erasmus – большая программа, и очень много людей из совершенно разных стран приезжают, так как у нас были такие студенты из Соединенных Штатов, из Испании, из Франции. Стремительное время каждый день открывает перед молодыми людьми новые возможности для самореализации, и очень важно использовать их с умом. Новый день требует новых подходов к работе, к учебе, к жизни. Ведь главное в этом мире не то, где мы стоим, а то, в каком направлении движемся.